Ты сегодня расскажешь, что будем готовить мы. Так, сегодня мы будем готовить красивые, старые и прекрасные мафиози. Ты на пороге, это соседка по даче, да? Мамма миа! Нутелла, чеснок, панкейки из репы. Все как мы любим. Тоже вы ели и готовили. Это будет фьюжн. Леш, может, ты не тем занимаешься? Так где мое печенье? А я уже поняла мой намек. И приготовить уже основу для нашей... Канури с кавказской ночи. Ставьте пальчик вверх. Колокольчик. Донатик и туда. Всем привет! С вами программа «Сложное просто», где мы готовим интересные, вкусные, а особенно или очень простые рецепты специально для вас и торговой сети Европа. Это Алексей. Вы с прошлой программы все говорили, где он, где он. Вот он, вот он с нами. Никуда он от нас не денется. Алексей, как твои дела? Дела отлично. Так, ты смотрел программу, где я одна вывозила вот это все? Конечно, смотрел, и возникает вопрос, а где мое печенье? Так, ну печенье для тебя обязательно приготовлю. А ты сегодня расскажешь, что будем готовить мы. Я подсмотрел одну идею. Будем готовить каноли. Каноли по-русски. А-ля каноли. Когда гости на пороге, и нам надо что-то интересное и быстро приготовить. Потому что наша передача называется «Сложное просто». Поэтому каноли итальянский десерт мы приготовим очень просто. Я больше скажу, это рецепт самой Сицилии, где, наверное, красивые, старые и прекрасные мафиози тоже его ели и готовили. Не как у нас, конечно, но ничего. Так, давай, что мы делаем? У нас будут сегодня два вида каноли. Одни сладкие, другие с сытной начинкой, а-ля кавказская начинка. Значит, каноли с кавказской начинкой. Это будет фьюжн. Поэтому и должно быть сытно. Мамма миа. Нам надо приготовить начинку, но одна из начинок у нас будет творог с зеленью, с чесноком и сыром. Такая сытная начинка. Так, тебе можно дать задание порезать зелень. Посмотрел программу, думал, как господ справится. Так, я беру кинжу. Покупаю я сегодня продукты нашей готовки на кассе в Европе. И кассир, боже мой, что вы сегодня с Алексеем будете готовить? А я говорю, смотрите, нутелла, чеснок. Все, как мы любим. Так, значит, для начинки мы берем творог. Творог, собственно, торговая марка торговой стилей. Европа, девятку. Можно взять нулевку, можно взять пятерку. Слушай, ну, раз мы с тобой готовим иногда очень странные блюда, даже вот итальянские запеканка с пельменями. Или, как сегодня, кавказское сицилийское пирожное. Как ты вообще относишься к интерпретации блюд на русский манер? Например, в нашей торговой сети можно найти суши-салат. Я думаю, какой-нибудь китайец бы сказал, что это такое. Или суши-сэндвич. Ну, отношусь хорошо, конечно, потому что мы можем, во-первых, из доступных нам продуктов, можем приготовить что-то проще, что-то легче. И иногда получается, это совсем другое блюдо, вкусное блюдо, и не хуже оригинала. Да, адаптировать наши реалии и предпочтения. Какие еще странные адаптированные блюда? Ты знаешь, что можешь интересного о них рассказать? У нас сейчас в нашей торговой сети Европы появилась новинка собственного производства. Это гречота с тыквой. Правильное питание. То есть идет гречневая крупа, тыква и куриное филе. В общем, ризотто, которое врет, да? Очень вкусное блюдо, попробуйте. Обязательно попробуем. Так, смотри, все, это я накрошила. Мы можем сразу же его сюда. А, сразу прям, да. А, я тарелочку испачкала, ну ладно. Это я имею. Можно потерять сыр. Сыр у нас, твердый сыр, такой сыр у нас продается в торговой сети Европы. Кстати, вкусный. Да, вкусный сыр, это по импортозамещению, то, о чем мы сегодня говорили. Говорили, как-то в программе, да. И совсем очень неплохо. То есть твердый сыр по типу пармезана, но на русский. Так, мы, значит, берем творог. В него мы добавили чеснок. А сколько сыра? Нарезанный зим. На глаз. Ну, на глаз, в смысле? Немного. Не меньше. Меньше? Конечно. Опять он с этими граммами. Начинку мы перемешиваем. Ждем, пока будет натерт сыр. И мы можем приготовить уже основу для наших канули. Мы берем сыночный хлеб. А вот и свык, что он вредный. Не настолько вреден, как и остальные продукты, если их есть не в меринке. Так, мы берем хлеб. И в одном из выпуски мы уже показывали, что можно сделать из такого хлеба. Мы поступим то же самое. Мы его раскатаем скалкой. А вообще же тесто для канули, оно очень сложно делается. Яс, вот не поверишь. Года пол назад я обыскала весь интернет, чтобы специально купить вот эти вот формочки. Потому что везде конусом, чтобы выпекать канули. Ну, как вы, короче, в упаковке они так и лежат дома. После нашего выпуска тебе эти формочки пригодятся. Потому что тоже с этой же основой мы можем использовать эти формочки и сделать просто трубочки. Трубочки их запечь и потом начинять любую начинку. А, прям вот сразу? Да, в то же самое можно и начинить начинкой классической итальянской начинкой для канули. Это сыр маскарпоне, эсрикотта. С разными ягодами и будет вообще классно. Я очень много читала про это пирожное. Мы раскатаем весь хлеб, чтобы очень много-много и угостить наших друзей и наших гостей, которые к нам сегодня перед вечером. Знаете, мне как-то уже рассказывали о том, что мы готовим прям в офисе, в офисе головного управления торговой сети Европа. И вокруг нас сидят люди. Они смотрят постоянно как на гостю. Что мы там будем делать? Ну, сейчас они делают вид, что нас не видят. Но когда проходят, такие, что там? А люди работают. Думают, вот у людей работа. А на самом деле. Так, сыр туда? Сыр туда и перемешиваем. И все, творожная начинка у нас будет готова. Так, начинка готова. Еще надо порезать бананы на крошечке. Это для сладкой начинки. Ну, я думаю, что тоже у меня все получится. Так, я даже перемешала нашу сырно-творожную массу. Истинная кавказская начинка. Я уже, знаешь, путаюсь. Варк или... О-ля-ля, близимо. Возвращаемся к банану. Банан один? Да, один банан нам хватит. А почему именно вот нутелла с бананом? Мы же можем как-то заменить начинку. Конечно, на все. Но так как мы предполагаем наше экономию запекать, поэтому можно добавить вместо металла и кусочки шоколада, и банана. Ну, это более полезно. Также можно, например, сделать а-ля штургель. Это уже австрийская кухня. Взять мелко порезать кубиком яблоко, изюм, сахар, корицу. И начинить в нашем канале. И запечь будет очень вкусно. Так, а у нас есть, вот мне интересно, что-то из австрийской кухни, что у нас уже так подрустело в рецепте, скажем так? Знаю, что штургели у нас в России выпекают с любыми начинками. Есть штургель с вишней, есть штургель с яблоком, есть штургель с куриными потрохами. Серьезно? С куриевами, да. Я была уверена, что штургель – это чисто вообще только сладкая история. Штургель с куриными потрохами, да еще под сливочным соусом. И с мороженкой. С мороженкой это сладкий будет. Значит, мы начиняем. Но сначала нам нужен лист, застеленный пергаментом. И мы его уже покажем. И начиняем. Значит, можно делать начинку. Давай, я сладкую, например, поделаю? Ты мне только объясняешь, значит, все. Клеб мы можем положить пасту нутелло. Мы кладем нутеллу, можно положить кусочки шоколада. Пасту мы кладем примерно полоской и выкладываем банан. А, ну, типа, короче, когда как ролл собираем. Да. Ну, только мы завернем его в виде трубочки. Так, давай я посмотрю, как ты делаешь. Свернули трубочкой и закалываем зубочисткой или деревянной шпажкой. Мы закалываем вот так. И вот эти ушки, ну, так приподнимаем. По классическому визуальному виду, да? Да. Они у нас запекутся и будут хрустящие и будут давать текстуру нашему блюду. Все, наши канули готовы. Мы их ставим в духовку до золотистого цвета при температуре 180-200 градусов. Так, ну что, наше блюдо из самого сердца Сицилии и Курской области. Из Кавказа. Из Кавказа готово. Вот. Так, ты опять не будешь пробовать, да? Так, сначала канули кавказский. Хруст есть. Попробуем. Это вкусно. И ты давай. Ам! Это, правда, очень вкусно и очень интересно. Так, ну что, теперь сладенькое. Готовьте вместе с нами. Готовьте одни, а потом расскажите о своих самых классных и вкусных рецептов. С вами была программа «Сложная просто», где мы готовим вкусные, обычные, простые, ну или какие-то особенные рецепты. И Алексей Львовский. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!